МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот ненастный денёк я продолжаю поиски тех, кто хочет прокатиться со мной совершенно бесплатно, тех, кто хочет удивить, а может быть, убить меня своими вокальными способностями. Если вы хорошо поёте, я заплачу вам или довезу бесплатно. Тут уж как получится. О, а вот и первые желающие. Здрасте. До центра, на красную. А куда конкретно? Ну, я покажу. Ну, 150-200. Хорошо? Поехали. Отлично. Закрывай теперь. Я вас поздравляю, вы попали в программу караоке-такси. Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Елена. Елена, есть желание не просто доехать с ветерком, но ещё и заработать денег. Всё очень просто. Нужно просто петь. А ещё неплохо, если вы будете танцевать. Ну, танцевать ещё ладно. Итак, Елена. Давайте. Давайте. Елена соглашается, и мы поехали. Итак, Елена, условия первого тура довольно-таки просты. Всё, что от вас потребуется, это хорошие вокальные способности. Но, прежде чем вы споёте, я хочу узнать у вас, какую вы предпочитаете музыку? Разную музыку слушаю, да. Рок, классику. В основном рок или... А, то есть, какая музыка не заиграет, вы всегда поедете. Хорошо. Итак, рок, попса, ретро, шансон, а может быть детская. Что вам ближе? Давайте ретро. Давайте ретро. Итак, если вы хорошо споёте, Елена, вы получите скидку 100 рублей. Соответственно, на 100 рублей меньше вы заплатите мне за то, что я вас довезу. Готовы? Ну что, поехали! Знакомая песня? Да. Кто это? Это исполнил Серов Александр. Александр Серов, да. Подними глаза. Не уверена, как-то вы поёте. Что, о чём мечтаешь ты? Я словки не очень люблю. Просто ла-ла-ла. Я так счастлив не был для тебя одной. Их так любишь ты, эти белые цветы. Ну и самое главное. Я люблю тебя до слёз. И снова, как в первый раз. Эх, как бы я вас сейчас пригласил на медленный танец. Но мало места. Итак, пойдём, Лена. На самом деле, Лена, вы большая умничка, вы замечательно спели. Я делаю обещанную скидку в 100 рублей. И, как настоящий мужчина, я должен сделать вам хорошее предложение. Знаете, какое? Перейти во второй тур. Давайте. Даже не спрашивайте, что нужно делать во втором туре. Ну, вы уже сейчас. То есть вы уже готовы на всё. Во втором туре задание немножечко посложнее. Всё, что от вас потребуется. Опять же, умение и желание петь и танцевать. Но вокальные данные буду оценивать уже не я, а случайные прохожие. Да, Лена. Поэтому, чем лучше вы споёте, тем, соответственно, больше получите признание наших краснодарских прохожих. У вас будут не просто фанаты. Лена, скажу больше. Если вы споёте на отлично, ваша поездка будет стоить ровно ноль. То есть она для вас будет совершенно бесплатной. Как вам такая перспектива? А можно вас на секундочку? Здравствуйте. Как вас зовут? Олег. Олег, это программа «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. И у меня в машине наша участница. Я прошу помочь ей. От вас ничего не потребуется. Просто послушать, как она поёт. Если она споёт на отлично, я довезу её бесплатно. Если она споёт, ну, скажем так, не очень. Соответственно, я высажу и дальше компанию она вам составит пешком. Хорошо? Хорошо. Итак, Елена, опускайте окошко. Итак, вы готовы? Олег, готовы? Поехали. Я одиной. Поговорить с тобой, сделай так со мной. Громче. Подружки. Подружки. Лявки. И лягушки. Мне кажется, Олегу не нравится. Наверное, громче надо. Что в пеночке? Ла-ла-ла. И танцуем. Ла-ла. Ла-ла-ла. И мне так. Балдя-ла-ла. А мне летать. Забавно, а? А мне летать. А мне летать. Вот так. Олег, ну, выбор за вами. Я, конечно, уже ожидаю вашего ответа. Я уверен даже, какой он будет. Но, тем не менее, я могу ошибаться. Что скажете? Нет, ну, я думаю, девушка молодец. Танцует хорошо. Танцует замечательно. Главное, что она не стесняется, а спела. В любом случае, я думаю, стоит. То есть, мне довезти ее бесплатно? Я думаю, да. Олег, спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Ну что, Лен, благодаря Олегу, ваша поездка совершенно бесплатно, как и обещал, до места назначения. Я совершенно бесплатно вас довезу, но с удовольствием предлагаю вам сыграть в третьем туре. Прямо сейчас наша караоке-машина выдаст попури из песен разных лет, разных жанров. Ваша задача – петь и не останавливаться. Если же вы справляетесь с этим заданием, и караоке-машина выдаст определенный балл, этот балл я умножаю на 10, и, соответственно, в денежном эквиваленте эта цифра появится у вас в кармане. Согласны? Итак, у нас третий тур, и мы едем дальше. Итак, Елена, у нас третий тур. Вы готовы? Да. Ну что, поехали, давайте попури. Замечательно, только погромче. Он носит, носит в себя руки галифе. Вся такая Наташа, так у меня сердце и душа. Наташа, Наташа, как в небе солнце не будет. Ай, неважно, да? Ну, ничего ж ты хороша, Наташа, Наташа. И дальше. С демей повезло. У-у-у! Моей невесте. Хе-хе-хе. Завтра мы идем тратить все твои... Мои? Все твои деньги. И мои тоже деньги. Пойдем потратим. Вместе. Ай-яй-яй, девчонка, где жила такие подружки? Соло. Ай-яй-яй, девчонка. Мои, девчонка, где жила такие подружки? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Слушайте, настроение мне уж точно поднимает. Ла-ла-ла-ла-ла. Я не помню эту песню. Ну что, Лен, мы практически уже приехали. Просто скажите, где вам остановить, чтобы вам было удобнее? За поворотом, да, наверное? За поворотом, да. Отлично, хорошо, договорились. Я вас поздравляю. Спасибо. Сейчас наша караоке-машина выдаст результаты, мы узнаем, сколько рублей вы получите. Я в минусе еще. Лен, вы заработали 50 баллов. Я вас с этим поздравляю. Да-да-да, как и обещал. Мы приплюсовываем еще нолик или, грубо говоря, умножаем эту цифру на 10. Как вам удобнее? Сколько получается ваш выигрыш? 100. 500 рублей, ну, конечно же, согласитесь. По-моему, неплохо, да? Итак, обещанные 500 рублей. Я их вам даю. Не бойтесь, никто у вас их не заберет. Хорошего вам дня. Спасибо. Пока. До свидания. Пока. Ну, а я еду дальше. Ждите меня на улицах нашего города. Ну, что ж, мы едем дальше. Я готов еще кого-нибудь забрать и довезти бесплатно. А может быть, если вам повезет, еще и денег дать. Сейчас мы найдем еще одного желающего. А я вижу этого желающего. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, замечательно. Здрасте. Здравствуйте. На Северный мост. На Северный мост. 200 рублей. Садимся. Здравствуйте. Еще раз я вас поздравляю. Это программа «Караоке-такси». Спасибо. Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Меня зовут Евгений. Евгений. Я предлагаю сделать нашу поездку музыкальной, разнообразной. попеть, потанцевать, еще и денег заработать. Кто из нас сразу распределим роли, кто будет петь, кто танцевать? Вы будете петь и танцевать. Я буду рулить. А, здорово. Хорошо. Жень, ну, во-первых, привет. Конечно же, я тебя узнал. Конечно. Олега, куда едешь? На Северный мост я еду. На Северный мост. По делам? Расскажу. Да, по делам. Хорошо. Ну что, попоем, потанцуем, денег заработаем. Мне не жалко. Я отдам все, что у меня есть. Ну, у меня как раз было жалко 200 рублей. Поэтому не вопрос, попоем, потанцуем, все, что угодно. На самом деле, я очень рад, что сейчас ты у меня в программе. У нас первый тур, его условия достаточно просты. Итак. Все, что от тебя потребуется, это просто петь, петь хорошо, улыбаться, конечно же. Если мне понравится, я сделаю скидку 100 рублей. И твоя поездка сколько будет стоить? Так. Моя поездка будет стоить 100 рублей. Замечательно. Хорошо считаешь. Главное, быстро, быстро. Да, это немаловажно. Все, что касается денег, главное, быстро считать. И делать уверенное лицо. Итак, Жень, готов? Я целиком и полностью. Главное, что петь. А я тебе предлагаю на выбор 5 музыкальных жанров. Ретро, шансон, попса, рок или детская. Что тебе ближе? Сразу. Мне ближе детская, но я выберу рэп. Распеваться не надо? Нет, не стоит, конечно же. Ну, тогда поехали. Поехали. Все отдаю мою больную душу. Нет, твой покой, я страстью. Ну, вроде бы сначала растерялся. Насчет нормальной. Все хорошо, пою. Волночный бред терзает сердце мне опять. Ой, Смиральда, я посмел тебя желать. Ничего, что я пою тебе. Хорошо. Вечная печаль. Я сострадание за любовь. Готов принять. Нет. Горбун отверженый, с поклятием на челе. Я никогда, вот тут я знаю, не буду счастлив на земле. Так. Ты говорил с улыбкой, я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Жень, ну, по-моему, замечательно. Я тебе ставлю пятерку. Спасибо. Не пятерку за вокал, точнее, не за вокал, а за твои актерские способности. Мне понравилось, как ты играл, как ты переживал эту самую песню. Очень сильно, очень. А скидку в 100 рублей ты заработал. Я тебя поздравляю. Ну, и просто обязан предложить тебе сыграть дальше. Потому что 100 рублей, да, 100 рублей. 100 рублей, я ничего не то переживу. А дальше хорошо. Дальше это перейти во второй тур. Уже, считай, вот перешли. Мы сейчас во втором туре. Хорошо. Итак, у нас второй тур. Евгений согласен, мы едем дальше. Жень, ну, прежде чем попасть на 9 канал, ты с детства мечтал работать на телевидении? Или так получилось, что ты вот в зрелом возрасте после студенчества? Это в зрелом возрасте, совершенно случайно. Мне вдруг захотелось на телевидении. Мне просто захотелось. Я просто решил, что вот хочется. И тебя вот так просто, так вот им сяли, да? Нет. Да. Тогда или нет? Тогда или нет. Да, меня совершенно просто взяли. Я пришел и сказал, здравствуйте, я очень хочу у вас работать. Это телевидение? Мне сказали, нет, телевидение в следующем. И так дальше. И так все здания. Я нашел все-таки телевидение, да. И когда я уже нашел, я был настолько готов, потому что вы меня приняли. Мне сказали, да. Ну а прямо сейчас ты готов спеть и удивить вокальными способностями всех окружающих? Более чем, пожалуйста, не вопрос. Потому что во втором туре твои вокальные способности буду оценивать уже не я, а случайные прохожие. Если им понравится, твоя поездка будет совершенно бесплатно. Если им не понравится, я тебя высажу в эту дождливую погоду на том же месте. Поэтому в твоих интересах постараться и спеть так, чтобы прохожий сказал, да, Евгений поет суперски, везите его бесплатно. Хорошо, я согласен. Прохожий случайный, да? Случайный, абсолютно случайный. Более того. Может, пока у меня есть вариант просто выйти здесь, пока мы дальше не заехали туда. Если ты не хочешь участвовать во втором туре, я могу остановить нашу. Не-не-не, конечно, 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 я участвую, естественно. Эй, хорошо, испугался. Да-да. Женя, я не знаю, какая будет песня звучать, а вот случайный прохожий. Мужчина, можно вас на секундочку? Давайте я чуть-чуть проеду. Женя, более того, я не знаю, какая песня сейчас будет звучать и какого она жанра. Твоя задача спеть так, чтобы понравилось этому мужчине. Хорошо. Судя по всему, он в не очень хорошем настроении. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, это программа «Караоке-такси». Помогите, пожалуйста, нашему участнику. От вас потребуется только лишь оценить по достоинству вокальные способности Евгения. Если что, денег нету. Он вам споёт, а вы скажете, хорошо он поёт или нет. Если вам понравится, я довезу его совершенно бесплатно. Если вам не понравится, я высажу его прямо сейчас и здесь же. То есть просто я сейчас как-то спою, а вы скажете, что мне понравилось. Начались, начались уговоры. Ты ещё взят, куда и... Не, мне просто, ну, оценить надо. Да, конечно. Просто оцените, как вас зовут. Меня зовут Денис. Денис, судите строго, но объективно. Хорошо? Женя, открывай окошко. Итак, Жень, я желаю тебе удачи. Спасибо. Поехали. Я надеюсь, у вас хорошее настроение. Знакомая песня? Конечно. Продолжай. По-моему, ему повезло. Хорошая песня. Вот здесь, да, можно и потанцевать, и попеть. Посмотрим, каков будет итог. Да, строй. Не попал. Не попал чуть-чуть. Хочется танцев. Знаю, 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 знаю слова. И вот сейчас, поехали. Не надо стесняться. И... Самая любимая музыка здесь играет. И танцует, и поёт. Талантище. Нужен алкоголь, а тебя ждут на танцполе. Ну, я думаю, достаточно для того, чтобы понять, насколько хорошо Евгений поёт и двигается. Я явно не по вороте, вот. Ну, подача, подача такая хорошая. Вы считаете, подача хорошая, да? Нет, подача. Итак, ваш вердикт. Я везу его бесплатно или высаживаю? А, вы его ещё бесплатно даете? Да, если вы скажете, что он хорошо поёт, я его довезу бесплатно. Пожалуйста, вот это вот мне нужно. Только за это, да. Только за это. Число, да. По-любому нужно. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Вы просто не захотели, чтобы я выходил тут рядом с вами после того, как вы сказали, нет, мне не нравится. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Я тебя поздравляю. Да, спасибо. Замечательно. Мне кажется, он просто испугался. Твоя поездка совершенно бесплатна, как я тебе и обещал. Ну и, соответственно, раз ты уже ничего не теряешь, я предлагаю перейти в третий тур. Заработать денег. Поехали, поехали, поехали. Поехали. Заработать денег ещё можно. Поехали. А вот теперь я тебе расскажу, в чём состоят правила третьего тура. Прямо сейчас наша уважаемая караоке-машина будет воспроизводить попури песен разных лет и разных жанров. Твоя задача – петь как можно лучше, для чего я расскажу чуть попозже. И самое главное – ни в коем случае не останавливаться. По результатам этого тура караоке-машина выдаёт определённое количество баллов. Ну, ты знаешь. Эти баллы я умножаю на 10. Чем лучше споёшь, тем больше получше. Хорошо. По-моему, неплохо, да? Да, отлично, замечательно. Готов, Жень? А если я тебе скажу «нет», ты же всё равно нажмёшь, да? Конечно. Да, готов. Третьего недавно. Поехали. Знакомая песня? А если да нет, абсолютно. Всем славы, он нет, возле короля. Охрана, встаёт охрана. Если рядом воробей, мы готовим пушку. Если муха-муху бей, взять её на мушку. Молодец, хорошо. Начало хорошее. Музыка. Музыка. Где районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы. Вот на этой песне он особо разошелся. Сразу видно, молодой человек. Сразу видно. Любит группу звери. Дальше. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Тебя вспоминаю, радость шальная. Зашла, как заря. С летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз Веленье января Отлично. Дальше. А я танцую, гоп-гоп-гоп-тида-гоп А я танцую, гоп-гоп-гоп-тида-гоп Я весело спеваю. Они вечные, что ли? Да! Гоп-гоп-гоп-тида-гоп А я спеваю, гоп-гоп-гоп-тида-гоп А я танцую, гоп-гоп-гоп-тида-гоп Я весело спеваю. А все-таки коварная у нас коробки машина. Кто-нибудь хочет, я хочу Кто-нибудь хочет, я хочу Отлично. Кто-нибудь хочет, я хочу А еще кто-то хочет Я хочу Я хочу Больше не имею Одна всего Погода в доме Какая актуальная песня, судя по тому, что Такая дождливая, холодная, промозглая погодка Есть я и ты А все, что кроме Легко уладить С помощью зонта Есть я и ты А все, что кроме Легко уладить С помощью зонта Отлично Я уже сам готов заплатить тебе денег Только остановили Нет, нет, нет А все ты передувал? Нет, 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 нет Да, я остановил Я остановил Попури Потому что ты обещал мне заплатить денег Боже мой, нет Скажи мне, что это они закончились Жень, я тебя поздравляю Караоке-машина оценила твои вокальные способности На 70 баллов Как и обещал Эту цифру я умножаю на 10 Соответственно, твой выигрыш Соответственно, мой выигрыш 700 рублей, правильно 700 рублей твой выигрыш Итак 700 рублей Держи Здорово Спасибо тебе огромное Ты замечательно поешь, двигайся И актерски Тоже хорошо играешь Спасибо большое Удачи Всего доброго До встречи Пока Ну не зря говорят Талантливый человек Талантлив во всем Хорошо поет Хорошо танцует Заслуженная победа Заслуженно выиграть Сегодня день, по-моему, был достаточно плодотворный И веселый Я обязательно приеду Я обязательно найду вас Так что ждите меня Ну и огромное спасибо компании Автодар За эту уютную, теплую машинку Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok